Здравствуйте, уважаемый любитель рок-музыки! В предыдущем выпуске я кратко изложил свою теорию касательно рок-музыки и обозначил 6 основных ее постулатов, а также привел обширную фактологическую базу данных по стоимости выступлений различных рок-музыкантов. Сегодня я буду анализировать выполнение рокерами условий моей теории и сопоставлять это с их финансовыми результатами, а также делать свои сугубо субъективные выводы. Для анализа я буду брать из рейтинга только те рок-группы, с творчеством которых я хоть немного знаком. Начну с лидеров списка группировки «Ленинград». Проверяем выполнение условий моей теории. Условие первое. Создание собственного стиля. Выполняется. Ими действительно создан собственный, ни на кого не похожий оригинальный стиль. Условие второе. Нахождение в рамках более общего, жанрового стиля. Также выполняется. Обладая собственным, индивидуальным стилем, они не выходят за рамки стиля под названием панк-рок. «Ленинград» – это, на мой взгляд, единственная в нашей стране чистопородная панк-рок-группа. Они соблюдают стилистику панк-рока во всем. В музыке, в стихах, в одежде, в поведении на сцене. Поэтому они стильны в квадрате. И у меня лично Шнуров вызывает уважение именно за принципиальное отношение к чистоте стиля. Условие третье. Постоянное производство музыкальной продукции. Выполняется. Они беспрерывно создают новые песни и клипы. Условие четвертое. Использование современного и поэтичного русского языка. Выполняется. Они уж точно говорят современным городским русским языком. Даже слишком современным. Думаю, спорить с этим никто не будет. Теперь по поводу поэтики. На мой взгляд, поэтично, хоть и с матом. Не умничают, но иногда попадаются и глубокие вещи. К примеру, мне бы в небо. Условие пятое. Использование технологических и стилистических новинок. На мой взгляд, выполняется только в части видеоряда. Клипы оригинальны и сделаны современно. С использованием последних технологий. Несмотря на кажущуюся простоту. Денег, видать, на это они тратят немало. Так как хорошие клипмейкеры и актеры стоят дорого. Музыка. Условие шестое. Понимание и ощущение себя артистом выполняется однозначно. Они четко осознают, что они артисты, клоуны и развлекатели толпы. Поэтому не умничают, не корчат из себя пророков, а играют весело и задорно. И именно поэтому желанные музыканты на любом корпоративе. Теперь смотрим на финансовый результат. 150 тысяч долларов за выступление. Неплохо. Все подтверждает мою теорию. Перехожу ко второму рок-музыканту в списке. Земфири. Условие первое. Однозначно выполнено. Земфира неподражаема. Условие второе. Также однозначно выполняется. Она четко находится в рамках более общего жанрового стиля под названием рок-музыка. И в ритмическом построении партии вокала, и в инструментальном сопровождении с характерным роковым гитарным звучанием. Также стильно в квадрате. Условие третье. Выполняется не в полной мере. Последнее время новые песни выходят, но не так часто. Условие четвертое. Выполняется, но не полностью. Говорит однозначно поэтично и современным русским языком, без деревенских архаизмов. Но зачастую проявляется вшивая интеллигентская заумь и бессмысленный поток сознания. Условие пятое. Выполняется. Группа звучит современно. Клипы также сделаны на современном уровне. Условие шестое. Не выполняется. Развлекателем толпы себя не считает. Думает, что она философ. В чем ей подыгрывают льстивые друзья и поклонники. Будучи уже звездой, даже поступила на философский факультет МГУ, где продержалась полгода. Соответственно, для веселых и разухабистых корпоративов ее музыка не подходит. Скучновато будет. К тому же некоторые нехорошие критики говорят, что человечество находится на стадии заката ее эпохи. Что подтверждается ее глубокой и убедительной теоретической критикой своих молодых конкуренток. Монеточки и гречки. По ее словам, у монеточки просто голос омерзительный. А у гречки ужасный и голос, и внешность. Да еще и петь не умеют, и тексты не убеждают. Вот такая вот сермяжная правда жизни. Смотрим финансовый результат. 100 тысяч евро за концерт. На 30% меньше, чем у Шнурова. И в соответствии с моей теорией это полностью объяснимо. Не выполнено шестое условие по самооценке. И только наполовину выполняются третье условие по производительности. И четвертое условие из-за вшиво-интеллигентской заумии. Но результат все равно неплох. Переходим к следующим по иерархии музыкантам. Группа Сплин. Условие первое. Оригинальность собственного стиля. Не выполняется. Но чтобы быть объективным, я не буду приводить свое пещерное мнение. А приведу мнение одного современного музыкального блогера-критика Владимира Завьялова, с которым я полностью согласен. Сплин – плохая питерская подделка группы Radiohead. От Тома Йорка Васильев взял только нескончаемую грусть, не замечая, что Йорк маскировал под манифестом маленького человека высказывания о глобальном. Напрямую сравнивать Radiohead и Сплин пошло и неприлично. Сплин – это невзыскательный рядовой рок-попс с наклейкой вечного минора. Такая рок-группа есть в любой восточноевропейской стране. Условие второе – нахождение в рамках стиля рок-музыки. Выполняется. Несмотря на вторичность, группа играет и поет в рок-стилистике. Условие третье – производительность. Выполняется. Группа все время выдает новые песни. Условие четвертое – современный русский язык. Выполняется частично. Васильев говорит вроде современным русским языком, но очень много умничает. И поэтому я опять приведу очень точные слова Владимира Завьялова. Про то, что их ворд-плеи с вроде как предустановленной истиной, которую зачем-то нужно искать между строк, и чрезмерным поэтизмом из недр внутренней миграции. Условие пятое – технологическое. Не выполняется. И опять мне на помощь приходит Владимир Завьялов. Сплин больше 15 лет делает одно и то же. Начиная года с 2004-го, Сплин вступил в жесткий рассинхрон с актуальной повесткой. Любой альбом последних 15 лет мог выйти в любое время – с 2003-го по 2017-й. Настолько сложно их отличить друг от друга. К тому же Васильев говорит, что электронная музыка для него мертвая. Я, как пещерный человек, вспоминая, как в первой половине 20-го века точно так же говорили об электрогитарах некоторые мои наиболее замшелые соплеменники из соседних пещер. Шестое условие – адекватная оценка самого себя. Не выполняется. Васильев относится к себе слишком серьезно. Развлекателем толпы себя не считает, а тем более клоуном. Считает себя философом, прорицателем и поэтом. Поэтому считает своими коллегами Николая Гумилева и Александра Пушкина. Он убежден, что такие стихи, как у него, мог написать и Пушкин в 19-м веке. И даже дружил бы с ним, живя он сейчас. Опять-таки, для веселых мероприятий группа, на мой взгляд, вряд ли подходит. Слишком заумна, заунывна и восхищена собой. Я с большим интересом посмотрел бы на тех людей, которые готовы развлекаться под их унылое музицирование за 4 250 000 рублей. Тем не менее, надо отметить, что результат высокий, несмотря на невыполнение трех с половиной условий моей теории. Поэтому, либо моя теория дает сбои, либо что-то другое влияет на предпочтение публики. Отстаивая правильность своей теории, объясняю это явление тем, что группу сильно перерекламировали на нашем радио, их друзья и единомышленники по настоящему року. А люди же у нас с хорошо развитым инерционным мышлением и сильными стадными инстинктами. Это я по своей пещере знаю. Поэтому, раз на нашем радио говорят, что это круто, значит, так оно и есть. Никто не замечает, что король-то голый, а те, кто замечают, стесняются об этом сказать. Ведь все же вокруг говорят, что это очень круто, значит, так оно и есть. Скажут, что это как-то неинтересно и скучно, так еще чего доброго засмеют. Скажут, что ничего не понимаешь в музыке. Поэтому, если всем неудобно, то я, как неиспорченный цивилизацией и независящий от модных мнений пещерный человек, возьму на себя обязанность быть тем самым мальчиком, который будет открывать людям глаза на настоящий рок от нашего радио. Перехожу к следующему объекту исследований. Группа Чаев. Четвертое место. Начинаем смотреть выполнение условий моей теории. Условие первое. Создание собственного стиля. Однозначно выполнено. Группой создан хорошо узнаваемый и ни на кого не похожий стиль. Условие второе. Нахождение в рамках общего, жанрового стиля под названием рок-музыка. Также выполняется. Они играют традиционный гитарный рок. Ритмика вокальных партий также полностью соответствует канонам рок-музыки. Соответственно, они также стильны в квадрате. Условие третье. Постоянное производство музыкальной продукции. Последнее время не выполняется. До 2013 года выпустили 13 студийных альбомов, а после этого производство новых песен замедлилось. Альбом 2017 года уже состоял из кавер-версий на собственные песни. Обещают что-то выпустить к концу 2019 года. Условие четвертое. Использование современного и поэтичного русского языка. На мой взгляд, выполняется. И по-русски, и современно, и поэтично. Условие пятое. Использование технологических и стилистических новинок не выполняется. Все время играют традиционный гитарный рок, не привнося ничего нового. Считать новым симфонические аранжировки старых песен проблематично. Условие шестое. Понимание и ощущение себя артистом выполняется однозначно. Не философствуют и не умничают. На сцене прикалываются и любят веселить публику. А учитывая большой багаж ранних хитов, желанны на любом корпоративе. Для группы, не выполняющей третье и пятое условия моей теории о производительности и использовании технологических новинок, финансовый результат в 3 миллиона 640 тысяч рублей слишком хорош. Объяснить это могу только народной любовью. Поэтому надо вносить какую-то поправку в мою теорию, чтобы формализовать фактор народной любви. Но в любом случае, считаю, что это не противоречит моей теории. Пятое место. Группа Би-2. Первое условие. Выполняется. Создали собственный оригинальный стиль. Второе условие. Выполняется. Держится строго в рамках рок-стилистики и ритмика вокала, и инструментал. Третье условие. Выполняется. Постоянно производят новые песни и клипы, в том числе и с другими артистами. Четвертое условие. Выполняется. Современный поэтичный русский язык. Хороший слог. Пятое условие. Выполняется. Находится в постоянном развитии. От чисто гитарного рока в 90-х годах трансформировались в современно звучащую электронно-гитарную группу с использованием новых звуков. Плюют на всякие осуждения, что они приспособленцы и переобуваются на ходу. Молодцы. Одобряю. Действуют прям по-нашему. По-наэндертальски. Шестое условие. На мой взгляд, выполняется так же. Не заметил, чтобы они корчили из себя философов и прорицателей. Много веселых и оптимистичных песен. Такая группа будет желанна и уместна на любом корпоративе. Так как помимо хорошей танцевальной музыки, еще и приближают людей к пониманию современного рока. Финансовый результат 3 миллиона 70 тысяч рублей. Результат хороший, но согласно моей теории, он должен быть значительно выше. Так как выполняются все 6 условий моей теории. Ну уж точно выше, чем у группы Сплин и Чаев. Значит, я чего-то в своей теории не учитываю. Скорее всего, объема и характера целевой аудитории, способные воспринимать более передовую эстетику, а также той самой пресловутой народной любви. В народе любят что попроще. Надо будет думать над дополнительными критериями моей теории. На сегодня опять все. Просто я принял решение больше не утомлять вас длинными выпусками. Но анализ я еще не закончил. И поэтому тем, кому это еще интересно, смотрите завершение анализа завтра. Завтра же я спою и традиционную песню, завершающую каждый мой блог. До свидания, друзья. И не забывайте подписываться на наш канал, чтобы знать, хватит ли у вас денег пригласить любимую группу на свой день рождения.